Геннадий, здравствуйте, все участники, все организаторы, помощники. Сегодня у нас очень важная тема о принятии решений, когда тяжелая судьба в жизни. И начнем тогда о принятии решений. Вот Олег Геннадьевич, вот такой вопрос. Вообще, есть ли возможность выбора вот этих принятий решений, или все предопределено изначально для каждого судьба? Если бы все было предопределено, Господь бы не создавал эту Вселенную. Она тогда не нужна вообще. Потому что какой толк от роботов? От роботов бы там в этой Вселенной развивались бы. И смысл какой в этом все? Просто роботов развить. Если у человека нет возможности принимать решения, то это не человеческая форма жизни, а животное существование. Вот у Лены кошка вот села слушать лекцию. Красивая, черная, как бы. Но у нее нет, как бы, возможности принимать решения. Она действует согласно желаниям своим. Вот это и есть судьба. Когда человек действует согласно желаниям, это судьба. Настоящее решение — это жертва всегда. Это когда ты на благо кому-то что-то хочешь сделать или переступаешь через себя. Настоящее человеческое решение во благо Бога, во благо других людей. Это человеческое решение. Но даже если это не настоящее человеческое решение, а просто решение на основе желания — это тоже этап развития человека. Вот он принял решение, потом получил по башке за это. Это тоже развивает очень человека. И смысл-то Вселенной в чем? Чтобы человек развивался? Вот зачем Бог это все создал? Чтобы человек развивался. Для этого он все создал. Но если мы не будем развиваться, то какой смысл тогда было создавать Вселенную? Поэтому однозначно, что наша жизнь состоит из принятия решений, ничего не предопределено. Если говорить о предопределенности, то есть определенные вещи, которые во много раз сильнее нас. Ну, допустим, есть какие-то события в мире, какие-то мирового значения, какие-то силы, которые влияют на этот мир, они во много-много раз сильнее нас. Допустим, я еще лет 15 назад чувствовал, что с 19 по примерно 24 год, ну, примерно 24, чуть 25, может быть, что будут на Земле тяжелые события. Я это чувствовал за 15 лет. То есть это настолько сильное влияние времени, что оно уже предопределено было. Но именно как это будет все происходить, конечно, это люди решают. Вот. Ну, то есть, вот, допустим, Земля сама по себе, наша планета, она предопределена. Мы не можем повлиять, как бы Земля будет здесь или еще какая-то другая планета. Мы не решаем эти вопросы, потому что это, ну, огромные силы влияния. Или Солнце, допустим, мы не решаем такие вопросы. Но есть зона нашей ответственности, зона нашего выбора. И здесь, конечно же, мы решаем. Однозначно, иначе нет смысла развиваться. А зона выбора постоянно растет. Чем больше у человека благочестия, тем больше зона выбора. Вот, допустим, правитель этой Вселенной, он тоже такое же живое существо, как и мы. Это не Бог. Бог, он в подчинении у Бога находится. Но он наделен такими силами, что он создает целую Вселенную. Представляете, какая у него свобода выбора колоссальная у этого живого существа. Он целую Вселенную создает. Это он творец, творит все. Вот. Но при этом, почему у него такая свобода выбора большая? Потому что он знает, чего хочет Господь. Таким образом, чем больше человек понимает и знает, чего хочет Господь, тем больше у него свободы выбора и ответственности. Если человек знает, чего хочет Господь, Бог ему дает больше сил, больше возможностей. Но все равно человек выбирает самое. Он может принять какое-то решение. Поэтому однозначно в этом мире нет полной предопределенности. Иначе бы нет было смысла Богу его создавать. И все. Так. Про решение более-менее понятно. А вот про жестокую судьбу, может быть, вы подскажете, что это такое? И как понять, что она пришла? Ну, такая судьба – это самая главная судьба в нашей жизни. Это вот самая важная судьба, какая только есть. Есть суперудача большая, допустим, суперудача такая, когда все получается. Это самая незначительная судьба в нашей жизни. Потому что, естественно, когда у человека идет удача, то что он будет от нее отказываться? Это придурки отказываются от удачи. Удача идет, ну, бери, как бы нет проблем. Но если приходит жестокая судьба, то это как раз и есть точка сборки, развития нашего, как личности. Вот сейчас на землю пришла жестокая судьба. В Украине вообще викарь этой жестокой судьбы бушует, вот. Ну, как бы везде, в остальных местах напряг сильно. И как ты будешь думать в это время? Мысли – это же самое главное. У человека постоянно мысли текут. Больше всего каких поступков мы совершаем в жизни? Думаем. Это больше всего мы думаем. Пока мы думаем, формируется наша новая жизнь. Тело человека называется телом желания. Мы думаем, 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 и наша следующая жизнь от этого формируется. Вот. Это поступки. Поступки в мысли. И когда приходит жестокая судьба, о чем мы думаем? Есть три варианта. Один вариант – человек думает с ненавистью, все плохо там, или он в отчаянии находится, невежестве, значит, человек. Или он начинает болеть за какую-то сторону, конфликт, человек в страсти находится. Или он думает с добротой о том, чтобы все люди были счастливы, чтобы наступил мир. Тогда он в благости находится, этот человек. Или он пытается вообще понять волю Бога, что Господь хочет. Тогда он на духовной платформе стоит этот человек. И в этом наша свобода выбора. Жестокая судьба приходит, поэто, экзамен, который надо сдавать. Когда жестокая судьба приходит, это экзамен, который надо сдавать. И это самый главный экзамен в жизни. И даже вот взять, допустим, летописи священных писаний, они в основном состоят из жестокой судьбы. Ну, представьте бы, допустим, священные писания писали бы, вот как хорошо, там пальмочки, там море плещет, мы сидим, как бы там наслаждаемся жизнью. Вот. Но интересно вам было бы читать такие священные писания. А если там вот Иисус Христос идет, допустим, на колгофе такой поднимается, в него плюют все, он падает под ноши этого креста, вот. У него кровь течет с его головы из-за того, что колючки вот эти вот обрамляют. И как, ну, типа, ты король, вот тебе корону. Ну, как бы, если ты король Израиля, вот тебе корона из колючек. Вот. Вот тебе крест твой неси, кровь стекает. Ну, всем интересно, как поведет себя личность в этой ситуации. Или, допустим, там, сражение, 16 миллионов человек сражаются в Махабхарат, вот это вот сражение на Курукшетре. И Господь Сам присутствует там. Люди гибнут. И принятие решения, надо сражаться, не сражаться. Вот. Что делать? Как настроиться родственникам? И когда Арджуна сложил лук, он говорит, я не буду сражаться. И его Господь спросил, почему ты не будешь сражаться? Он сказал, потому что я люблю этих людей и не хочу их убивать. Но и он сказал, что даже ценой своей жизни я не готов убивать тех, кто дорог моему сердцу. Даже ценой своей жизни. И Господь ему сказал, вот из-за того, что ты самый лучший из людей, из-за того, что ты самый добрый, я тебе поведу. духовное знание. Потому что ты имеешь божественную природу. И Господь дальше поведал духовное знание, которое означало, что надо в сердце всех любить, снаружи выполнять свой долг. И делать это все не для того, чтобы тебе жить здесь или не жить, а делать это все для удовлетворения Господа. И дальше, чтобы Арджун не сомневался, он ему показал, куда все эти люди пойдут дальше. Видите, там было уже все предопределено. Господь показал, что все уже погибли, кто должен погибнуть. Было предопределено, но у всех людей была свобода выбора все равно. Как им погибнуть? Тоже важный вопрос. Мы все умрем в этом мире. Но вот как мы умрем, это то, как мы должны решать. Как мы посвятим чему эту жизнь? Как мы уйдем из этой жизни? Нам решать. Мы не можем решать. Вечно мы здесь не будем жить, однозначно. Как один ученый, он придумал такую методику, он говорит, надо дышать в трубочку, и тогда ты проживешь очень долго. И там назвал больше, как бы, больше ста лет, там что-то ты дам в трубочку дышать каждый день и будете жить очень долго. Ну, сам очень прилежно дышал в трубочку, но он не прожил там сто лет, может, 75-80 прожил и все. Ну, то есть, то есть дышать в трубочку не является методом, который меняет ситуацию. Но он поэкспериментировал на своей жизни, на жизни других. Вот, то есть, другими словами, у нас есть выбор какой-то, но вот умирать, не умирать, у нас нет выбора. Так Ардунии сказал, Господь, он сказал, все все равно погибнут. Но вопрос, за что? Вот это очень важный вопрос. За что? С какой стороны ты будешь, со стороны добра или зла находиться? ты для Бога все будешь делать или для себя в этой жизни? Это наш выбор. И жестокая судьба, это очень сильная судьба, которая, может быть, обязательно нас сломает. Бывает разной степени жестокая судьба. Бывает такая жестокая, что она нас обязательно сломает. Вот, допустим, ядерная война, да, ядерные бомбы взрывают. Что мы можем противопоставить себя ядерной бомбе? Нет. Но в каком настроении мы будем уходить из этого мира? Это наш выбор уже. Вот, поэтому жестокая судьба бывает такая, что с ней можно справиться, допустим. Тогда в этом случае у нас больше выбора. Но жестокая судьба в любом случае это экзамен, который нам надо сдавать. Пришло время экзамена, и мы должны их сдавать. Сейчас жестокая судьба каждый по-своему сдает свой экзамен. И в этом смысл человеческого существования, нашего развития, чтобы сдавать экзамены. Мы видим, как героически вот Оксана с Михаилом сдают экзамены, несмотря на снаряды, бомбы, они всегда радостные, счастливые. А такое, как бы, есть на лице такой признак насилия, чувствуется энергия насилия на лице. Но они смело, храбро себя ведут. Это очень приятно видеть. Это примером является, как надо жить правильно. Спасибо. Спрашивают, а что означает слушать свое сердце, а вдруг это не сердце, а ух. Ну, первое, что надо понять, что сердце находится вот, ну, как бы, это не сердце, это духовное сердце. Оно находится вот здесь, в области груди. Если вы будете слушать какое-то другое место, то там точно не сердце, и оттуда знание не придет. Вот знание приходит вот отсюда, вот из этой зоны. здесь, конечно же, кроме духовного сердца есть также еще много всего. Там есть разум человека, там есть его эгоизм, тоже находится, центр эгоизма тоже находится в области сердца. Вот там же Господь находится, там очень большое скопление всего. Там есть разум, там есть ум, там есть Господь, там есть душа. Вот много всего там находится в области сердца и конечно же наша задача разобраться со своим сердцем все боятся даже туда смотреть в эту зону а вдруг там это не а вдруг это не истина то что я почувствовал это же опасно при принятии решений там посмотрел в сердце а получилось что ты посмотрел на свой эгоизм но все-таки придется туда смотреть и это не просто туда взгляд нужен очень системный подход например ты почувствовал что-то в сердце иди спроси у старших не бойся мы обычно обусловились какой-то мысль и уже мы дальше никого спрашивать не хотим я знаю как правильно вот как определить ты от бога получил знания или нет если ты от бога получил знания то тогда хочу у нас дискотека в это в этом в Иваново и у Вероники что-то дискотека у нас сегодня что танцевальный день что это зум обновил программу и чтобы не было дискотеки организаторам нужно свое программное обеспечение обновить Вероника что-то у них закончилась дискотека а в Иваново так идет здравствуйте Олег Геннадьевич да наверное тогда может быть мы выключим камеру а вы оба выключайте обновлять потому что я не могу на эту дискотеку смотреть не мешает хорошо хорошо выключаем вы лучше зум обновите да и все это недолго вот на чем я остановился тоже ничего не помнишь а что тут делаем я не понял мне тут еще сотни людей пишут в умное сердце вопросы про сердце да и допустим вот как определить от господа ну это целое целый путь надо пройти вот один из вариантов допустим я я подумал у меня какая-то мысль делась в сердце вот я почувствовал что вот так правильно вот прям из сердца такое искреннее сердце означает искренняя мысль такая искренняя мысль из сердца появилась и надо сразу вот спросить себя а хочешь ли ты посоветоваться с кем ну просто узнать мнение других старших допустим священное писание попрос посмотреть или спросить у развитых людей у наставника духовного учителя если ты не хочешь вообще наотрез отказываешься смотреть священное писание наставник то это точно не от бога мысль потому что от бога мысли когда приходит она имеет очень деликатную смиренную природу она абсолютно не навязчивая и дает тебе свободу возможность поизучать вот настолько господь деликатный настолько он настолько он смиренный настолько он нам дает колоссальную свободу выбора что если он нам если какую-то подсказку он обязательно может подсказывать иногда ну его всегда подсказывать совесть это же тоже это есть господь вот мы когда нам господь что-то скажет против нас да как определить что это совесть сказал вот нам против нас господь что-то сказал из сердца против нас я сам могу против себя что-то подумать вот я сам просить против себя что-то подумал или господь против меня чего-то подумал сердце вот как отличить я сам подумал против себя или господь против меня подумал если я сам против себя подумал я могу всем это в шутку рассказывать это не проблема но если господь против меня что-то подумал я никому не скажу я буду тихо скрывать. Когда совесть тебе что-то говорит, ты сразу опыт такой. Прижух такой и все. Или, допустим, маленький ребенок, допустим, проказничал, допустим, маленький ребенок. Для него совесть это кто? Это родители. И, допустим, он обкакался, допустим, он знает, что он обкакался. Вот. И мама подходит и говорит, ты обкакался что ли? И как ребенок будет себя вести? Он такой сразу, такой прижух, такой раз, и делает вид, что он не слышит то, что ему говорят. Он такой ходит и делает вид, что не слышит. Потому что, когда человек имеет дело с совестью, то он сразу как бы очень скромно себя ведет, делает вид, что он ничего не знает, о чем речь вообще. Или он очень смиренно такой, «Да, я обкакался». Ну, то есть, такой «Да». То есть, такой как бы очень смиренный или вообще делает вид, что не слышит. Ну, а если как бы человек сам принял решение, то он всем будет кричать, что он обкакался, ходить, кричать, что он обкакался, у него все нормально, и с этим нет проблем. Ну, ему, чтобы признаться, что он обкакался, надо сначала поверить, что это хорошо. Когда он поверил, что это нормально, все вот «Вася обкакался, Петя обкакался, все воняют, а я тоже обкакался, все, я вместе со всеми». Вот, и он радостно сообщает эту новость. Но если совесть или родители обнаруживают, это уже по-другому воспринимается. То есть, если изучать сердце, то можно такие закономерности находить и постепенно приходить к пониманию, это мне Бог говорит о чем-то или это я сам придумал. Бывают разные виды убежденности. Например, когда у человека убежденность такая очень жесткая, непреклонная, он ни с кем не хочет советоваться, он, допустим, сам все понял. Он через логические размышления, через опыт жизни понял. Но тоже это понимание может быть двух видов. Или я ни с кем не хочу советоваться, спрашивать у других, как они считают. Значит, это понимание не от Бога. Это не является истиной. А если я хочу спрашивать у старших, у искренних людей, с ними советоваться, значит, скорее всего, это от Бога пришло понимание. Или, по крайней мере, оно не осквернено так сильно эгоизмом, потому что эгоизм — это разум невежести, это тоже разум. И что такое разум? Это убежденность. Разум — это вид убежденности. Поэтому, что такое эгоизм? Это вид убежденности. Вот есть очень жесткие виды эгоизма. Самый жесткий вид эгоизма, самая сильная убежденность у женщины, самая сильная убежденность в этом мире у женщины, это такой глубокий-глубокий эгоизм, как настрой, как точка сборки личности. У женщины самый сильный, самый глубокий эгоизм — я хороший. Я хороший. Вот я сказал, все женщины улыбаются сразу. Все улыбаются. Потому что это разум такой невежести. Они уверены, что они хорошие по-любому. Хоть что с ними сделать. Вот. И у мужчин такой вот эгоизм, точка сборки такая разум невежести. Я все смогу. Я сильный, я все смогу. И в мужчине, когда говорили, он такой тоже. Однозначно. Вот. Однозначно. Вот. То есть, другими словами, это поддерживает нас в жизни. Вот представьте, допустим, сейчас женщина будет считать, что она нехорошая. Когда это еще хуже. Тогда она вообще потеряет себя, станет больной, несчастной. Даже маленькая собачка, когда она считает себя нехорошей, она уже вся такая сморченная, облезлая, вонючая и уже как бы у нее уже жить ей не сильно хочется. И надо тоже показывать, что она хорошая, квостом билять, всем радоваться, радостно гавкать на всех. Но если собачка чувствует себя нехорошей, то она тоже несчастная. Ну, то есть, мы в этом мире очень глубоко убеждены, что мы хорошие все. и это называют сразу невежество. Но когда человек приобретает разум в знании, он что, себя считает плохим? Нет, он просто не считает себя хорошим, а он хочет быть хорошим. И как он хочет быть хорошим? Он хочет быть хорошим, основываясь на знании Бога, на знании Священных Писаний. Понимаете? Быть плохим, как некоторые говорят, я грешник, грешный, я грешный, я грешный, я грешный, я грешный, я грешный. Там себе человек доказывает, что он грешный. Ну и что, как бы от этого что-то поменяется в лучшую сторону, что ли, в твоей жизни? Ну, ты докажешь, что ты грешный, и дальше будешь ходить оплеванный весь. От этого что-то в лучшую сторону поменяется? Нет. То есть, разум в невежестве девушка считает, я хороший, парень считает, я смогу. Это разум. Это разумно так думать, это разум. Но, если человек хочет быть хорошим и делает так, как Господь ему помогает, ну, как бы знать, через знание, он пропускает от фразы невежестве через знание, он не просто хороший, а он хочет делать так, как Господь хочет. Вот женщина, допустим, поняла, как быть хорошей на самом деле. Хорошей быть, это надо делать все по Священным Писаниям. И она начинает все по букве Священного Писания делать, вот тогда уже ее разум из невежества переходит в благость. Ну, то есть, ее эгоизм тоже, он остается, он становится благостным уже. Она, допустим, если сделала не по Священным Писаниям, она думает, я нехорошая. но она при этом думает, ну, это я нехорошая была, когда это сделала, сейчас я буду исправляться, буду опять хорошей. И она начинает опять все делать по Священному Писанию. Вот. Таким образом, не просто я хорошее, а я буду стараться быть хорошим. Или я стараться буду действовать, я все смогу для удовлетворения Бога. Не просто я, типа, все смогу, а я все смогу так, как Господу надо. И это уже мужской эгоизм благости. Ну, то есть, если человек свой эгоизм и благость переводит, то это уже возвышенная жизнь. в священной жизни, эгоизм никуда не делся, но он начал существовать в благости, не в невежестве, он, корысть остается, но она благостной становится, эта корысть. И это очень классно, понимаете? Когда твоя корысть становится благостной, ты тогда только сможешь различить свои желания от желаний Бога, потому что, когда корысть невежественная, эгоизм невежествует, то человек абсолютно убежден, что он прав, у него даже нет никаких сомнений. Но это правда его приводит к разрушению его жизни. Поэтому принятие решений или ощущение истины, это очень важная часть нашей жизни. Каждый день приходится этим заниматься, каждому человеку. Никто не может сказать, что он обойдется без этого. Некоторые люди настолько сильно боятся вот этого своего сердца, что постоянно требуют от всех, чтобы за них принимали решения. Прямо настаивают на том, чтобы за них принимали решения в жизни. И готовы все, что угодно делать, лишь бы самим не принимать это решение. Но это путь в никуда. Так получится. Некоторые женщины думают, что они не могут принимать решения, пускай мужчины принимают решения. Они думают, что они не могут принимать решения. Это тоже глупо. Потому что есть женский разум, который принимает решения на основе мнения многих людей, на основе ощущений сердца. То есть женщина спрашивает много-много людей, и сердце чувствует, 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 и сердце, как они считают. И потом раз, она через сердце пропускает все эти мнения, и какое мнение самое лучшее, она раз, принимает решения. А мужчина принимает решения на основе своего опыта. Он совершает поступки смело. Женщина боится поступки совершать, она не такая смелая. Она боится последствий. А мужчина смело идет вперед, делает глупости, совершает поступки. На основе своего опыта он принимает решения. так женщина сначала советуется а потом принимает решение а мужчина сначала принимает решение а потом советует но разницы никакой нет все равно и тот и другой принимает решение не надо думать что женщина не может принять решение вот допустим недавно совсем в москве была консультация после лекции и одна женщина вот я не могу принять решение выходить мне замуж или нет хочу с вами посоветовать ну хорошо она посоветовалась я и сказал вот за этого выходить замуж как вы думаете кто принял решение что я могу сказать чтоб она выходила замуж и она просто без мозга пойдет нет все равно ей принимать решение она просто услышала олег иначе ей хотела она верила она женщины часто верит мнению старших очень сильно верит эта вера и помогает жизни она верила мне услышала это мое мнение пошла выходить замуж но значит ли это что я принял за нее решение конечно нет она сама приняла решение опираясь на старшего поэтому в нашей жизни придется нам принимать решение понимаете вот собачка которая бежит за за своим хозяином она в общем то тоже конечно принимает решение бежать но у нее выбора мало потому что она руководствуется сильными желаниями что такое инстинкты это сильные очень желание когда человек находится в зоне очень сильных желаниях у него особо выбора нет иногда это хорошо например мне видосик прислали недавно мама прислала видосик вот как там по городу шурует короче утка с утятами и пошла через дорогу а там шоссе просто куча машин ну как на погибели уже точно как бы видно что на погибели и парень который этот видосик снимал он говорит ну куда ты поперлась вот и короче потом раз видосик пропадает потом он снимает себя он идет с коробкой с такой с коробкой короче там писк в этой коробке короче он поймал все пути в маленьких этих птенчиков посадил в коробку их короче всех и понес в лес ну и как вы думаете как бы где была в это время утка она летала над ним и кричала она кричала летала такая и эти пищат там коробки а он всех несет в лес видеть это он использовал привязанность матери привязанность использовал для того чтобы спасти жизни с ним всем вот так иногда господь действует тоже он как господь поступил правильно просто взял из и сделал жестокую судьбу утятам посадил их коробку они там испытывали сильный стресс но он спас в результате всем жизни здесь конечно свободы выбора у матери очень мало она летает вокруг коробки крякает но у нее выхода нет потому что она сильно любит своих детей вот но данном случае свобода выбора была у человека он решил спасти жизнь всем этим птицам и за это господь моем сердце по крайней мере сильно ему радуется поэтому рассказал эту историю дальше вопросы так 36 минут или геннадий давай 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 рассказывать спрашиваю или у тебя нет вопросов нет есть 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 ну вот вопрос а если есть выбор как поступить то как понять что что нужно выбрать ну вот об этом мы об этом будем говорить об этом вся лекция но это мне интересно вопросы задаете у нас смотрите лекция как называется она называется принятие решений во время жестокой судьбы у меня вопрос вот как вы думаете почему я так назвал лекцию почему по какой причине так назвал лекцию принятие решений во время жестокой судьбы почему я так назвал господь в сердце так сказал олег геннадьевич потому что сейчас на сильно плохое влияние судьбы на весь мир ну все понятно потому что это целую лекцию надо читать чтобы ответить на этот вопрос вы мне ставите вопрос олег геннадьевич как принять решение во время жестокой судьбы как в этом стихотворения папе вашего ответ помещают книжки слушайте детишки ну то есть сейчас целую лекцию об этом будем говорить давай какой-нибудь другой вопрос смешной вопрос был ну то есть вопрос скопировал полностью название моей лекции ну конечно я отвечу на этот вопрос несомненно но до этого должно пройти 6 часов лекционных так тогда готовится хабаровск вадим пока вадим готовится кстати я помню вы вот у нас как раз в шестнадцатом году когда мы с вами начали ретриты проводить как раз нас всех предостерегали что в семнадцатом году начнется что-то такое вот и еще так долго радовались в семнадцатом году там в семнадцатом или в каком что это всего всего лишь вирус а не войнушка да так готов вадим да готов давайте ага здравствуй Олег Геннадьевич здравствуйте у нас будет такой вопрос необходимо ли прежде чем задать вопрос небесам Господу или духовному учителю спросить заранее перед этим может ли он ответить сможет ли смогу ли я сам найти решение и сам ответить на этот вопрос следующим задавайте у вас вопрос какой-то другой как-то по-другому отлично два на самом деле начнем с того отлично отлично спасибо ага вот это ну так порядок поддерживается вот допустим у меня допустим расставила вещи по квартире она ходит следит не дай бог я что-то переставлю она сразу на меня как тигра бросается то есть не дай бог я там не туда поставил да вот женщина они устанавливают правила устанавливают правила и дальше все должны следовать этим правилам если правила нарушаются то женщины как тигры сразу бросаются на то чтобы правила все и так устроены их природы вот это называется чистота то есть женщины сильно любят чистоту чистота это основа их разума вообще женский вот женский разум основан из чистоты соткам поэтому они все прибираются везде ходят они не могут грязь и так живут в вопросах теперь Лена прибирается в вопросах это ее зона ответственность Олег Геннадьевич я белая и пушистая я готова звать я прославляю все нормально Лена прибирается в вопросах она чтоб четко все звучало как написано так и говорит вот ну вообще вопрос сам по себе прекрасный конечно вот он такой классный вопрос надо ли ты хочешь допустим обратиться к Господу или к старшим к старшим хочешь обратиться за советом надо ли Господа в своем сердце спрашивать заранее сможет он мне ответить или нет вот знаете как хорошо когда человек очень смелый по природе смелый человек должен быть смелым это означает что он сначала и помолился и Господа в сердце спросил и попробовал сам понять и если он страдал старался со всей силы понять и у него ничего не получилось и он уже вот просто вот старался изо все силы и у него ничего не получилось понять до конца глубоко у него не получилось и он только после этого идет к старшим спрашивает то старшие радуются Господь в сердце радуется все радуются если человек видит вопрос сложный даже не пытается сам решить его, просто сразу идёт к старшим. Господь в сердце печалится, старшие печалятся, все печалятся, потому что это печально. Это печально, что человек не хочет использовать свою человеческую форму жизни по назначению. Понимаете? То есть нам Бог дал разум, нам Бог дал свободу выбора для того, чтобы мы учились отвечать на вопросы. Мы должны учиться принимать решения, а бывают решения очень сложные. И бывает, что человек сам не может их решить. Вот, допустим, когда я вспоминаю всё время эту ситуацию, когда надо было выезжать из-за вот этой вот зоны обстрела, со всех сторон стреляют, они сидят в подвале в доме, вот Евгений вспоминает эту ситуацию. Вот, и, конечно же, им самим было очень сложно понять, и даже мне тоже, как старшим, было очень сложно понять. Но я рисковал, получается, их жизнью. То есть я им давал совет выезжать или не выезжать, и цена их жизни была, понимаете? Но когда они там сидели, цена была ещё больше их жизни. Поэтому пришлось очень сильно молиться Богу, чтобы принять это решение, когда ехать. Вот. И такие экзамены, Господь, у меня был такой случай, когда я молился 20 дней по 8 часов, чтобы понять, как правильно. И не понял сам, я не понял до конца всё равно. И потом, когда я уже всё-таки в изнеможении внутреннем обратился к Господу, Он дал мне сразу же защиту, мгновенно. Он тут же мне сразу помог, потому что я приложил колоссальные просто усилия для того, чтобы решить вопрос. Сразу же помог. Но я знаю тысячи примеров, когда люди годами не могут получить ответ на вопрос, потому что они не прилагают никаких усилий, а просто спрашивают у всех. И спрашивают, и спрашивают. Им все дают ответы. И ответы бывают разные. И они запутываются, эти люди. У меня одна женщина заплатила большие деньги за консультацию. Ну, я многое, что ей по жизни рассказал, но по факту вся эта консультация, она сводилась всего к одному вопросу, который она мне задала. Один вопрос всего. Я очень обстоятельно, подробно, со всех сторон ей ответил на этот вопрос так, что она уже точно поняла, что это так. Но я и будущее, и прошлое, и отношения людей, всё как бы расписал по этому вопросу и сделал вывод, что вот так надо поступать. И знаете, что я ей сказал в конце консультации, чтобы у ней точно всё получилось? Знаете, вот если отгадаете, то можно даже лекцию не читать. Вот отгадайте, что я ей в конце консультации сказал, чтобы что она не делала дальше? Если вы сказали, чтобы она поверила в себя и в свои силы, возможно, вот так, или доверилась Богу полностью и всецело. Вот отлично. Мне кажется, не сомневалась, чтобы... Да, да, вы правильно говорите, правильно говорите, всё, отлично. Но я ей, вот именно об этом я и говорил, но я ей сказал конкретную фразу, хорошо, не буду вас мучать, вы отгадали. Я ей сказал, больше никому за советами не ходи, иначе ты запутаешься, и всё, что я тебе сказал, будет разрушено в твоём сердце. Понимаете? Потому что когда-то она, потому что до меня, она мне сказала, я до вас уже прошла кучу людей по этому вопросу, кучу просто людей. Я её остановил, я говорю, условие такое, больше никому не ходить, всё, вот я ей сказал, вот так делай, и всё. То есть иначе дальше человек просто сносит крышу, и он идёт опять кому-то советоваться, и это всё уже, это уже просто разрушение жизни дальше. Поэтому от чего, почему человек так много советуется со всеми? Ну, давайте опять раз мы с вами… Нет веры. Да, правильно, потому что у человека не работает вот этот часовой механизм. Знаете, там в часах есть такие штучки, такие они двигаются, крутятся шестерёночки, одни медленно, другие быстро крутятся, и в результате циферблаты крутятся. Понимаете, вот этот часовой механизм у нас в мозгах должен работать. Понимаете? Если он не включается, не работает сам, то ты вот у одного человека посоветовался, а часовой механизм не включился. Ты с сердцем не сравниваешь со своим всё. Ты думаешь, а может он не прав? Давай-ка я с другим посоветуюсь. У меня был такой случай интересный в Индии, когда он меня навёл на эту мысль, что без сердца всё равно невозможно понять истину. Знаете, какой случай был? Мы искали аптеку, определённую, аэрведическую лавку в Индии, и со мной шёл индус. Индус, понимаете, это тот человек, который индусов очень хорошо понимает. Он сам индус. Причём достаточно мудрый человек. И он мне сказал, для того, чтобы правильное направление в Индии выбрать, надо спросить у пяти человек. Потому что люди, они из вежливости индусы, из вежливости тебе куда-то убеждённо абсолютно показывают, что вот туда. Просто для того, чтобы ты понял, что он хороший человек и хочет помочь. И они вот прямо вот уверенно, из вежливости тебе показывают, куда надо идти, там точно, там вот эта вот лавка эрглическая, 100%. И мы спросили у пятерых человек. Три показали в одну сторону, и три показали в другую сторону по улице, куда нам надо идти. И мы и два показали, вернее, три в одну сторону, и два в другую. Но пять человек – нечётное число. Вот, и мы пошли туда, где три показали. И мы ошиблись. Оказалось, те, куда показали два, там было правильно. Что это означает? Что надо было ещё послушать вот здесь нам обоим, послушать вот сюда, и почувствовать, в какую сторону как бы сердце бы нам подсказало. Мы бы тогда против троих было бы четыре, понимаете? Вот те двое показали, да. И мы бы тоже двое вместе с Господом почувствовали, что туда. И пошли бы туда, куда надо. А мы просто мозги не включили, сердце не включили, и пошли туда, где три сказали. И он как бы потом мне этот индус говорит, слушай, я всё равно, наверное, не знаю, как в Индии определять, куда идти. И мой метод не сработал. Я не знаю, у меня нет теперь метода, как определить, в какую сторону идти, если ты хочешь спросить у индусов. Потому что всё равно они тебе куда-то будут показывать, они не будут говорить, как русские, допустим. Я не знаю. Русские говорят просто, я не знаю, всё. Но индусы никогда не скажут, я не знаю. Ему надо обязательно сказать, что я вот знаю, идти надо вот туда. И если ты его спросишь, а ты уверен вообще в этом? Он скажет, конечно. Нисандех он скажет. Нисандех. Означает, нет сомнений. Нисандех. Вот такие приколы. Поэтому без сердца никак не обойтись. Никак не обойтись. Нам надо вот как бы шевелить этими моторчиками, вот эти в часах. Означает думать и сравнивать с сердцем. Думать и сравнивать с мнением сердца. Но это не полное как бы представление о том, как надо вообще принимать решения, как надо действовать. Конечно же, мы в лекции сейчас с вами будем более глубоко всё это изучать. Эта тема очень важная. И она почему поднята? Потому что вот сейчас идёт война, да? У людей срывают крышу. Вот у меня сразу к вам вопрос. Вот, допустим, я нахожусь в зоне боевых действий. Ну, я Олег Геннадьевич, да? Вы слушаете мои лекции. Я нахожусь в зоне боевых действий. Кругом летают снаряды, там взрывы происходят. Я попал в такую ситуацию в жизни. И мне надо принять решение. Когда человек находится в зоне боевых действий, у него сковывает психику, сковывает тело. То есть у него психика и тело наливаются такой холодной энергии, скованности такой, которая как бы тебя зажимает и обрекает. Если человек не может выдержать такую энергию, то у него появляется эйфория. Эйфория, то есть у смерти есть две энергии, которыми она орудует, когда встречается с человеком. Близко, когда к нему подходит, есть две энергии. Одна энергия – это холодная скованность и обречённость. То есть она вот даёт холодную скованность и обречённость. Первая энергия. А вторая энергия у смерти прямо противоположная. Это такая лёгкая, такая лёгкость, такая эйфория, и всё типа классно, всё отлично. Вот две вот эти вот вещи, понимаете? Вот как у меня к вам вопрос. Как вы думаете, я попаду под влияние этих сил или нет? Попаду. Правильно вы думаете. Теперь у меня вопрос к вам. Когда я попаду под влияние этих сил, у меня разум заклинит или нет? Может и заклинить, если слишком сильно этим силам поддаться. Да, поэтому в чём заключается разумное поведение Олега Геннадьевича в этой ситуации? Разумное поведение в этой ситуации воспользоваться тем, что есть интернет, и спросить у своих друзей, что делать мне сейчас. Несмотря на то, что я по поводу принятия решений читаю лекции. Ну, то есть, о чём я сейчас вам сказал? О том, что в этом мире нет такого человека, который бы смог противостоять судьбе так, чтобы ему не надо было советоваться по принятию решений ни с кем. Понимаете? И разумный человек означает человек, который прежде всего понимает, как действует судьба на его сознании, на его психике. И если человек глубоко это осознал, вот тогда принятие решений не будет проблемным. Потому что принятие решений — это всегда, когда три силы взаимодействуют между собой. Первая сила — это судьба, вторая сила — это я, и третья сила — это Господь. Какая сила должна победить среди этих трёх? Она сильнее. Какая сила должна стать? Сильнее трёх? Сильнее всех — это Господь. Господь, конечно. Да. Если Господь стал сильнее всех, то проблем нет. Вот если мнение Господа в сердце звучит сильно, то проблем нет. Но опять же, как это определить? Вот, допустим, возьмём вот эту вот жестокую судьбу, я в бомбёжке нахожусь, да? Мне надо, у меня нет никого сейчас с интернета, нету, нет возможности принять решение. Я, конечно же, могу всё, что угодно принимать в этой ситуации, метаться, называется метаться. Но вот как определить, что Господь в сердце дал тебе правильное решение? Я вам могу сказать точно, как это определить. Первое, что вы должны понять, когда у человека по какой-то причине, может, он сел помолиться, может быть, он вспомнил Господа, может быть, это через любовь действие происходит или через силу. Вот надо что вспоминать? Надо вспоминать ситуацию, когда у тебя в сердце к любовь Богу вспыхнула. Вот для чего вот это вот Господь нам даёт своё присутствие? Чтобы мы стали разумными, потому что, когда, допустим, я в святом месте где-то нахожусь или на духовной программе, и у меня в сердце любовь к Господу вспыхивает, мне хорошо, духовно становится. Мне надо запомнить это состояние. Когда я его запомнил, допустим, я под бомбёжкой нахожусь, я должен вспомнить это состояние, когда любовь к Господу в моём сердце вспыхнула. И это значит, что в этот момент через любовь эту я соединюсь с Богом. Сильнее всего человек может помнить Бога через любовь или через силу. Бывает сильно, так, с небес голос человек услышал, там, Господь ему что-то сказал. Он запомнил, человек это запомнил. И в трудную минуту он вспоминает или силу, или любовь от Господа. Когда человек это вспоминает, то как определить, что Господь ему подсказал решение. А определить это вот так. Вот человек находится под бомбёжкой. Первое, что он должен почувствовать в себе, в каком из двух этих состояний он находится. Или дикий страх и скованность, или эйфория, типа он бегает, смеётся. Вы можете два этих вида людей под бомбёжкой увидеть. Одни бегают, смеются, другие находятся в оцепенении, в таком жутком. А третьи могут и то, и другое одновременно происходить. Вот. Это признаки, признаки потери разума. Вот, допустим, солдаты воюют на войне. У одних солдаток, солдат там окопная болезнь, у них от скованности, от напряжения, психичество. Штаны тяжелеют, как бы, и они прямо обкакиваются реально. Вот, когда человек обкакался, это то же самое, как животное, оно перед смертью, оно обкакивается и погибает. Это признак того, что человек потерял разум, он уже не контролирует себя, то есть он уже находится в лапах смерти фактически. И второй вариант, он выскакивает из окопы такой, рвет на себе тельняшку, там, стреляет в комсомольскую груз. Вот. Это то и то другое видели на войне, люди видят, как это происходит, что одни просто цепенеют и не могут с собой ничего сделать, трясутся. А другие выскакивают, их только надо успеть схватить, понимаете, того человека, который выскакивает из окопы туда, бежит на танк. Ему надо только успеть за ногу или за руку, чтобы жизнь ему сохранить, иначе он однозначно погибнет. Вот. Но когда человек вспоминает Господа, любовь, любовь вспоминает Господа, то в это время однозначно что происходит? Первое, что происходит, у него это оцепенение ослабевает или вообще проходит. И так же проходит эйфория. Но когда проходит эйфория, то первое, что происходит, это оцепенение. Вот, допустим, ты о Боге, ты в эйфории находишься и все равно решил, на всякий случай, эта эйфория – это хуже, чем страх. В эйфории, когда человек вообще ничего не соображает, страх у него, как проблески какие-то мозгов есть, он, по крайней мере, за окопы не вылазит. Вот. Ну, то есть, когда человек эйфория прошла, наступает страх сначала, потому что что такое эйфория? Это фактически предохранитель от страха. У человека страх сначала возникает, а потом, если ты думаешь о Боге дальше, и страх рассеивается, то тогда в этом случае, в спокойном состоянии сознания, только на фоне спокойствия, на фоне спокойствия человек принимает правильное решение. Это значит, от Бога решение пришло, потому что Бог рассеял страх, рассеял эйфорию и рассеял страх, а потом пришло решение. Это значит, от Бога. Вот. А есть еще один тоже признак такой, еще более сильное, как определить, что решение очень крутое, очень сильное. Это когда рассеялся эйфория, рассеялся страх, наступило спокойствие, а на фоне спокойствия еще пришла доброта ко всем. Вот если еще на фоне спокойствия доброта пришла, и ты потом принял решение, то это уже еще сильнее от Бога. Потому что в Господе есть доброта, у Него нет врагов, у Него нет друзей. Вот как определить, что ты в сознании Бога находишься? Не в своем сознании, а в сознании Бога. Когда на фоне страданий ты не занимаешь ничью сторону. Потому что на фоне страданий, страданий человека обязательно куда-то тащат. Или с этими, или с теми. Он не может посередине остаться. Но если человек на фоне страданий, в доброте находится ко всем, то это значит, что он находится не в своем сознании. Судьба, как вы думаете, Бога куда-то тащит или нет, судьба. Вот знаете, кто такая судьба вообще? Судьба — это служанка правителя смерти. У правителя смерти есть, ну, правителя ада, или как его называют, правителя смерти, это личность тоже. У него есть две служанки. Одна служанка — это женщины. Две служанки. Одна служанка — судьба, а вторая — смерть. Интересные такие, да? Служаночки. Необычные, да? Вот. И... Но судьба, она... Все-таки кому-то подчиняется или нет? Вот Господь, например, Он очень судьбу уважает. Вот когда, допустим, Он в этот мир приходит, Он следует ее указаниям. Ну, тоже, Он уважает законы этого мира, Он следует его указаниям. Но Господь, интересно, судьба кому-то подчиняется сама? Подчиняется. Она подчиняется воле Бога. А воле Бога — это не судьба, вы скажете, так воля Бога — это и есть судьба. Нет, мои хорошие, воля Бога, вот именно Его как Личности, судьба — это воля законов Бога. Судьба — это воля законов Бога, вот есть законы. Бывает, вот представьте, царь, допустим, сделал законы, да? И под законы попал его сын, единственный наследник. Понимаете, вот он совершил преступление, единственный наследник попал под законы. И у царя есть как бы, ну, выбор. Или казнить своего сына, как он всех казнит там, допустим. Вот. Или оставить ему жизнь, там наказание какое-то, потому что больше нет наследника. А кто дальше царь сам будет править, непонятно. Вот. Будет смена власти, там всех покрошат людей. Страшное дело. Вот. И он, царь применяет не свою волю, не своих законов, потому что воля законов прописана. Он применяет волю своей милости, своей любви. Понимаете? И он из любви к сыну говорит, мы его накажем по-другому, мы не будем его казнить. Потому что за это преступление смертная казнь. А он решает сына наказать, чтобы его исправить и оставить у власти. Вот. Ну, то есть, другими словами, у Бога есть, кроме воли законов, есть еще своя воля. И эта воля называется любовь. Или милость. Понимаете? И поэтому выше судьбы существует, выше служанки смерти, в Бога смерти существует еще милость. Существует воля Бога. А она только одна в данном случае. Потому что другая воля Бога – это судьба. Другая воля Бога – это наказание. Судьба – это наказание. Это и есть наказание. Но настоящая воля Бога — это милость. И милость так же бывает наказанием тоже, но это очень сладкое наказание. Как определить, по судьбе наказание идет или от Бога? Когда от Бога наказание, оно очень сладкую природу имеет. Приятно мучиться ради Бога. Это милость, все пропитано. Даже наказание от Бога, оно сладкое. Оно пропитано милостью. А наказание от судьбы никогда не сладкое. Оно всегда очень жесткое, понимаете? И вот в этом разница заключается. Ну, иногда бывает, конечно, по судьбе наказание сладкое. Это когда жена наказывает... Вот жена, которая сильно любит мужа, она наказывает его. И это сладкое наказание тоже. Он выполняет ее волю. Но он из любви это делает. И ему приятно страдать ради жены, потому что она его любит и наказывает. Но в данном случае она роль Бога выполняет. Наказывает с любовью, так сказать. Ну, это иногда тоже по судьбе такое бывает. Но в основном, конечно, наказание по судьбе – это жесть. И когда человек получает милость в жизни, воля Бога действует именно таким образом, как милость, то такой человек однозначно достоин правильного пути в жизни. Потому что Бог не раздает милость всем подряд. Он раздает только тем людям, которые должны остаться в живых, должны жить дальше, дальше идти по этой грешной земле. Потому что здесь есть только одна причина жить – это возможность стать лучше. Вот если люди, допустим, погибают на земле сейчас, значит, у них нет такой внутренней возможности стать лучше. И судьба их забрала. И Бог думает, ну что их как бы пытаться спасти, если они не хотят работать над собой, развиваться. Он всех этих людей в мясорубку как бы толкает. Они гибнут. Потому что у них нет выбора. Они не хотят меняться к лучшему. Но если человек хочет меняться к лучшему, Бог может подарить ему свою милость. Он может или в этой жизни подарить милость, или в следующей. Даже само по себе желание меняться к лучшему, если человек с этим желанием уходит из жизни, то в следующей жизни он всю жизнь будет меняться к лучшему. Потому что момент смерти, о чем бы человек ни подумал, это сохраняется потом как тонус, лейтмотив всей жизни следующей. Это как с ним, как отпечаток такой остается в его сознании. И он всю жизнь потом будет меняться к лучшему. Или в этой жизни он будет меняться к лучшему. Поэтому Господь ему сохраняет жизнь, милость ему дает. Поэтому воля Бога, она всегда добрая. Настоящая воля Бога, его милость, это и есть его доброта. Как определить сердце волю Бога? Ты не за ту сторону, не за эту сторону. У тебя ко всем добрые отношения. Это значит, что в сердце пришел Господь. Его воля личная, воля всегда добрая. Только соткана, только из милости. А все остальное — это судьба. Поэтому можно так еще определить волю Бога, что у тебя добрые отношения ко всем, ты никому не привязан. Потому что Господь, когда в сердце приходит, Он освобождает тебя от влияния судьбы. Судьба — это его служанка. Она на тебя уже не действует. Он зашел в сердце. То есть может сознание Бога в сердце быть? Вот, допустим, вся наша психика пропитана чем? Энергией сознания. Сознание чего? Сознание души. А сознание души из чего состоит? Из желаний жить. Вот, допустим, Ане захотелось покушать. Ей одновременно лекцию хочется слушать и покушать. И она, видите, ей стыдно стало, она шлицо закрыла. Вот. Это женщины так реагируют. Я как бы, я же ее не обвиняю ни в чем, а просто рассказываю, как действует душа в теле. Она сильно хочет лекцию слушать и хочет покушать. И она берет и кушает. Это сознание души. А есть сознание Бога еще. И сознание Бога, как вы думаете, вот Господь в сердце находится. Кушай, Анна, кушай. У тебя же пища еще осталась во рту, я же вижу. Надо ее переживать. Проблотитесь. Вот. Я же учусь с вами немножко, вы не обращайте внимания. Вам веселее было, я как на лекции так себя веду. Вот. Итак. Господь же живет в сердце. Вот есть душа в сердце, есть сверх душа. Сверх душа – это Господь. Вот Господь за душой находится. Сзади спереди душа, сзади Господь находится. Как вы думаете, у него, вот если у нас есть сознание, душа имеет свое сознание, оно распространяется на все тело. Допустим, у меня сознание хочет слушать лекцию и хочет кушать. Я как бы думаю, да ладно, как бы я буду слушать лекцию, кушать. Вот. И все нормально, проблем нет. Ну, правда, проблем нет. Просто я рассказываю, как сознание души действует. А сзади есть еще сознание Бога. Или нет? Вот Господь проявляет всегда свое сознание или нет? Вот душа, она хочет, не хочет, она свое сознание распространяет на все тело. Всегда в теле есть сознание души. И это и есть энергия судьбы. Что такое судьба? Это желание души. Желание души в теле действует, действует судьба. Мы так живем. Ну, вот интересно, как Господь там сидит в сердце. Оказывается, Он может свое сознание контролировать. Вот мы контролируем свое сознание? Нет. Оно просто по всему телу идет и все. Вот Катюша родилась в женском теле. Мне она, ей хочется смеяться, всегда улыбаться. Потому что она родилась для чего? Для счастья. Женщина для наслаждения родилась. Она использует женское тело для счастья, она наслаждается. Вот не все женщины понимают. Катя понимает, как надо в женском теле жить. Правильно. Надо всегда наслаждаться, радоваться, любить всех в женском теле. Вот. И это правильно. А в мужском теле надо всегда побеждать. Для одолевать трудности. Тогда душа активно, активно использует тело. То есть ее сознание очень активно действует в теле. Но Господь...